В Мурманске ведется реконструкция лыжного спорткомплекса «Снежинка», больше известного горожанам как КП-2. Освещенная трасса на 12-м километре автоподъезда к Мурманску должна была появиться еще в советские времена, но лишь в этом году проект заработал. Уже установлены столбы электропередачи, автономная дизельная электростанция, которая зажигает светильники. 35 стартов, 6 электронных остановок, все нормально. Программа задается нажатием нескольких кнопок. Специалист устанавливает, когда и во сколько должны загораться и выключаться светодиодные светильники. Дальше думает и работает техника. Контролировать работу электростанции, менять заданные параметры специалисты могут в любое время дня и ночи через интернет. Я думаю, что через несколько дней мы уже будем готовы оставить это все в рабочем состоянии без присутствия людей. Люди нужны только, чтобы заправлять топливом. Доставка австрийского дизельного генератора заняла несколько месяцев, но спортсмены и любители активного отдыха ждали этого события больше 20 лет. Обустраивать лыжную трассу КП-2 начинали еще в советские годы. Тогда были установлены первые столбы электропередачи, проложена трасса, но свет так и не загорелся. Мы хотим застраховать этот объект от пожара и от уничтожения. Сейчас в этом направлении ведутся определенные действия. Кроме этого заключаем договор с неведомственной охраной на круглосуточную охрану. Здесь будут установлены датчики на вскрытие помещения, ведется видеонаблюдение. Фиксировать любое передвижение возле дизельного генератора будет 5 видеокамер. Пока работа автономной электростанции ведется в тестовом режиме. Но уже в ближайшую субботу на территории спорткомплекса «Снежинка» состоится праздник. 14 декабря в 12.30 от остановки у центра занятости к месту проведения мероприятия начнут отправляться бесплатные автобусы. Готовится очень большая развлекательная программа. Много различных конкурсов, игр, хороводов. Праздничная атмосфера и, самое главное, возможность первыми пройтись по этой освещенной трассе.